Праздник знаний и масштабные новоселья. В июне 2021 на этом месте только-только начинались работы, а сейчас вместо строительных инструментов зазвучали детские голоса. В ожидании первого звонка и в предвкушении новых открытий и впечатлений сотни учеников. Отличное настроение, школа большая, мне она очень нравится, я очень рада, что я там буду учиться. Я сегодня проснулась с переполненными чувствами, потому что все-таки это первый день в новой большой школе, где куча возможностей. Я очень рада, что я именно в этой школе. Вместе с учениками радость от праздника делят их родители и наставники. Новыми знаниями готовы делиться 49 педагогов. Среди них много молодых преподавателей. Для Анастасии Насаевой это первый день знаний в статусе учителя. Ей предстоит стать второй мамой для 22 первоклассников. Сегодня меня переполняют эмоции, так как это мой первый класс. Сегодня я со своими первоклассниками первый раз в первый класс. Школа новая, безумно красивая, все оборудовано, вся техника. Я думаю, мы будем учиться на отлично. В этом году в Центре образования высота 161 первоклассника. Всего в будущих Ломоносовых и Пушкиных 820 человек. Проектная мощность школы 1450 мест. В своем выступлении глава республики отметил, учебное заведение построили по поручению президента страны. Его возвели в рамках госпрограммы развития образования и проекта «Современная школа». Дай Бог вам в этой школе, чтобы всегда святила удача, чтобы было стремление к знаниям, чтобы развивалось все, что сейчас дается возможностью нашей стране. И движение первых, и уроки о важном обязательно надо проводить. Но самое главное, развивайтесь, занимайтесь спортом и всегда стремитесь к самому лучшему, к победе. Новую школу назвали именем Героя Советского Союза Михаила Дзевятаева. Большое внимание здесь будут уделять патриотическому воспитанию. Уже сформирован первый кадетский класс. Чувствую, как радовался бы сейчас отец, который в первый раз даже не смог до конца поучиться в первом классе в обуви, чтобы пойти зимой в школу. Но как любим он быть у школьника и считал это одним из самых главных своих дел. Первый школьный звонок пригласил учеников поближе познакомиться со школой. Внутри 90 кабинетов, 25 из них специализированные. Созданы все условия для занятий спортом и творчеством. На сцене актового зала будут ставить музыкальные постановки и спектакли. В распоряжении юных актеров современное звуковое и световое оборудование. А по количеству зрительских мест зал может поспорить с некоторыми театрами. Наблюдать за постановками здесь смогут минимум 500 человек. Также у школьников есть возможность реализовать себя в робототехнике, 3D-моделировании, скульптуре, танцах и живописи. Школьников научат ментальной арифметике и оказывать первую медицинскую помощь на современных тренажерах. Итак, что мы делаем? Начинаем проверить. Да, проверяем. Если после нет, то надо брать одежду, которая мешает. Поэтому я делаю 5 секунд. Единственное движение. Технологии помогут сделать учебный процесс еще более эффективным, а еще в высоте есть интерактивные школьные доски. Кроме разбора новых тем, на них можно, например, сохранить послание почетных гостей или сделать фото на память. Также школа присоединится к образовательно-производственному кластеру «Сфера Фарм» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В школе соблюдают баланс учебы и отдыха, альтернатива телефонам и соцсетям, места для игр и занятий спортом. На примене школьники смогут поиграть в шахматы, настольный теннис, пообщаться в обустроенных зонах для отдыха. А в День знаний в одной из них состояла встреча родительского комитета с главой республики. Были затронуты вопросы инфраструктуры и образовательных форумов для учеников. Что касается форумов и других мероприятий, у нас есть лагеря другие. И мы обязательно, мы один год уже участвовали в конкурсе, построили два каркасных корпуса в лагере Русаевского района Хованщина. В этом году будем еще участвовать. Поэтому у нас есть лагеря, где мы будем проводить мероприятия, о чем вы говорите. Школа активно подключилась к программам движения первых. Кроме того, здесь будут развивать пеший туризм. А ученики летного кадетского класса будут покорять высоту во всех смыслах. В их учебный план войдет начальная военная подготовка и парашютный спорт. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.